здравствуйте пришла еще одна посылка на этот раз от магазина ясный сокол есть такая ножевая фирма находится она в россии нижегородской области в город город павлова сама посылочка выглядит так вес 248 грамм почти весь вес это вес ножа которая там на который там находится что интересно страховка всего 100 рублей не совсем хорошо тем более что за услуги почты они берут 350 рублей все-таки можно было бы застраховать на большую сумму посылка отправленная была довольно быстро я опасался что будут какие-то промедления тем более что была соответствующая информация в сети что работает работает эта фирма не очень не очень быстро скажем так не всегда отвечают плохо как взаимодействует с клиентами дуть тем не менее за в течение нескольких дней посылка была оплачена и сколько дня через два через три рабочих была уже отправлено вот сейчас пришло и посмотрим что там внутри о запечатан просто замечательно такая кишка так надо быть аккуратным потому что там на этом ноже ножны из кожи и их можно повредить очень даже запросто такая кишка очень интересная сделала наверно опасаются что нож может разбиться да потому что тут не только полиэтилен тут знаменитая пупырчатая пленка причем много пупырчатой пленки но как много не пожалели так мусор весь вон вот и сам нож здесь к нему прикреплен сертификат надеюсь сертификат или как это информационный листок нож называется барс думаю видно барс от ясного сокола так если не забуду да вот здесь адрес указан и сайт если не забуду то сниму скрин и вставлю видео так вот содержание да это сертификат соответствия все очень маленькая но зато удобно можно положить и носить с собой так опять таки если не забуду то сниму сканы и вставлю видео в сторону сам нож тугая очень петля застежка очень тугая застежка смотрим ножны ну что ничего таки нельзя сказать что кожа очень толстая но при этом она весьма такая грубая крепкая сделан так с логотипом сюда сделан довольно аккуратно все до подвес всем очень нравится этот подвес да то есть можно крепко зафиксировать на ремня можно сделать чтобы ножны как это свободный подвес называется да у нас кнопка очень тугая надо ее разрабатывать не очень тугая ладно ножны в сторону сам нож он какой маленький и судя по всему острый потому что он уже порвал свою упаковочную пленку так как этот раскрыть то аккуратно хотел поругать ясный сокол за упаковку потому что таким комом складывать в бандероль не стоит содержимое да может легко потеряться или где-то застрять но тем не менее упаковка замечательно все все продумано какой он какой он замечательный так это я сейчас уже немножко его запачкал секундочку протру вот он зеркальный просто зеркальный причем как клинок так и рукоять отшлифован на славу а даже заклепки даже в заклепках я себя вижу до зеркального блеска доведено все замечательно так вес сказать так во первых обзоров на этот нож на нож барс от ясного сокола в сети предостаточно но насколько я понял ясный сокол со времени вносит какие-то изменения в этот клинок потому что некоторые ножи которые показаны в обзорах они имеют отличие от от этого экземпляра поэтому хотя вес я не могу сказать вам но остальные характеристики в принципе привести смогу померяем для начала давайте так сделаем о так сколько он получается 19 до 19 сантиметров в длину это общая длина длина клинка на на отсюда мерить придется да где-то отсюда 8 и 2 8 и 3 но эффективная режущая кромка наверно хотя нет вряд ли она будет короче она выпуклая так соответственно рукоять у нас где-то 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 11 сантиметров у нас рукоять рукоять и за g10 по крайней мере так заявлено ну просто я не узнаю g10 в данном случае уж больно она такая знаете ли гладкая очень очень гладкая ну совсем ну совершенно по моему не цепкой ну настолько настолько она заглажена так по толщине посмотрим насколько я помню клинок заявлен толщиной в три с половиной сантиметра миллиметра естественно посмотрим что тут в реальности у нас есть ну да где-то три с половиной хотя у меня даже получается чуть меньше чем три с половиной миллиметра до чуть меньше чем три с половиной это клинок самом толстом месте ну посмотрим что там с обухом вроде в самом толстом месте до поставил и так обух самом толстом месте у нас 17 миллиметров 17 миллиметров обух рукоять в самом толстом месте ну да можно было бы сделать все конечно и потолще хотя в руке лежит замечательно много коротковато конечно да палец соскальзывает с такой рукояти ну ладно привыкнуть можно посмотрим заточку менеджер утверждал что их клинки очень острые из коробки и в дополнительной заточке не нуждаются посмотрим так это или не так ухты ухты и ну не врал действительно режет очень мягко так что нас подводами ну честно говоря подводы сделаны вот с одной этой стороны очень красивые и ровные а с другой стороны с другой стороны немножко кривовато сделано ну совсем немножко честно говоря это я уже придираюсь главное что рез замечательно тем более при таком строе клинка это у нас спуски от обуха при очень широком клинке при этом да так у нас клинок шириной будет где-то самым широком месте у нас клинок шириной получается сколько до три с половиной ну на сайте за тоже указано что три с половиной сантиметра в самом широком месте ширина клинка не обманули ладно вот такой вот замечательный малыш будем пробовать будем смотреть но по крайне ну пока мне очень нравится единственное нарекание это рукоять ну совершенно на скользко если честно я боюсь что она и сейчас то плохо держится в мокрой руке она будет держаться еще хуже но зато какой зато какое качество отделки елки-палки ну просто вылезом просто вылезом а самое главное забыл что же так цена этого клинка когда я первый раз увидел этот клинок цена на него это было кстати совершенно недавно цена на него составляла 2000 рублей 2000 рублей за вот такое качество со сталью d2 и заявленной твердостью 61 по роквелла до 2000 за такой клинок ну правда к данному моменту уже подорожала две с половиной но тем не менее даже за две с половиной такое качество такая ну не крутая но все-таки очень хорошая сталь такая проверенная сталь по-моему это просто подарок какой-то очень приятно это видеть от нашего отечественного производителя вот на этом точно все спасибо за внимание до свидания